Всем привет! Сегодня у нас будет разговорный ролик. Мы поговорим про Redmi Note 7. Никаких красивых проводок. Исключительно мои эмоции, потому что лень снимать. Во всем виноват ретроградный Меркурий. Я знаю, у вас тоже проблемы есть, поэтому так. Почему мы его снимаем спустя два месяца после выхода? Приходит, значит, нам Xiaomi и говорит, вот вам Redmi Note 7. А мы говорим, а зачем? Они такие, а он у вас останется. А мы говорим, ну мы все с айфонами ходим, а они говорят, ну разыграется среди подписчиков. И мы такие, ну ок. Плюс расскажем, какие будут официальные цены в России, они уже известны. Как поступим? Чтобы смартфон остался у кого-нибудь из вас, сделаем все по классике. Нужно подписаться на канал Розетки, если вы еще этого не сделали. Нужно поставить лайк этому видео и нужно оставить под ним любой комментарий. И в принципе это все. Через две недели подведем итоги. Не забывайте, чтобы ваш профиль был открыт, чтобы мы видели подписки и лайки. Все условия также прописаны в описании. Это первое. Второе. Опять же, говорим сегодня про Redmi Note 7. Исключительно эмоции. Обзоров в сети куча. Рекомендую посмотреть обзор Антона Григорьева, Vilsacom, а также Andro News. Ребята хорошо рассказали, ну а я расскажу о чем-то уже своем. Итак, распаковка. Смотрим на коробку. Беленькая написана глобальная версия. Сзади также указаны характеристики. Это 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной. Средняя версия. Цвет Space Black. Открываем коробку. Сверху у нас находится конверт, на котором мы глянем чуть попозже. Под ним телефон, на котором указаны ключевые характеристики. Это 48 мегапикселей и 5 мегапикселей основная камера. Это экран 6.3 Full HD. Это Qualcomm Snapdragon 660 и целых 4000 мАч. Плюс, учитывая, что это бюджетник и стоит он реально дешево. У него есть Type-C. Что на это можно сказать? Кодзима гений. Но про сам телефон мы поговорим чуть позже. Я уже пользовался сэмплом, не тот, который мы вскрываем. Разыгрываем, кстати, именно это устройство. Оно новое, царапать его не будем. Но телефон пока отложим и посмотрим, что еще есть в коробке. Здесь под конвертом также находится зарядка на 5 вольт и 2 ампера, а также кабель USB Type-A и Type-C. Быстрая зарядка, естественно, поддерживается прямо из коробки. Что есть в конверте? Естественно, это чехол. Чехол, как всегда, стрёмный. Чехол, как всегда, черный. Мне такие чехлы не нравятся, но тем не менее, вы купили и первые несколько дней, пока вам с Алиэкспресса что-нибудь за 200 рублей красивешно не доехало, пользуйтесь именно этим чехлом. Также здесь есть инструкция и иголка для извлечения сим-лотка, который гибридный. Можно поставить две карточки, а можно поставить карточку и microSD. Ну, естественно, самое важное, снимаем пленочки с телефона, это самое приятное, в полной тишине, естественно. Классно, мне тоже нравится. Задний еще есть. Ну, а теперь смотрим на сам аппарат. Переходим к смартфону. Я его настроил, в руке он лежит отлично, выглядит симпатично. Сверху маленькая капелька с камерой, снизу небольшой отступ. Сзади, сразу отмечу, очень быстрый сканер отпечатка пальцев, очень точный, прям понравилось. В целом, телефон выглядит довольно престижно, если так можно сказать. Ну, то есть он дешево не выглядит и в целом, на свои 10-15 тысяч рублей однозначно тянет и даже больше. Единственное, только черный цвет я бы не стал себя брать, потому что отпечатки на нем видны просто прекрасно. А там есть синяя версия, которая поступит в России в продажу, позже поступит красная версия. Плюс, вы могли заметить, снизу теперь надпись Redmi вместо Xiaomi, это дочерняя компания и они будут выпускать смартфоны именно под такой маркой, так что никаких вам Xiaomi, исключительно Redmi Note 7. И нам остается ответить на главный вопрос, если раньше бюджетные устройства были чем-то противоречивым и вызывали подобные эмоции, то сейчас пришли китайцы и дают нам за условные 10-15 тысяч рублей флагманское устройство без флагманского железа, которое способно к жизни. И вот нам нужно выяснить Redmi Note 7, один из них или нет. Экран 6,3 дюйма, можно сказать, что лопата при этом довольно компактная, рамки небольшие, да, снизу есть отступ, но довольно терпимо. Плюс в руке, как уже сказал, лежит удобно. Разрешение 2340 на 1080 точек, понятное дело, современное соотношение сторон и сверху вы могли заметить каплевидный вырез, о котором я также сказал. Почему-то многие журналисты и блогеры на него ругались, сказали, что можно было сделать аккуратнее, но не знаю, тут либо тебе челки нравятся, либо нет, потому что с точки зрения дизайна все неплохо сделано. Кстати, матрица здесь IPS, не сказать, что плохая, я честно никак ее не тестировал, могу лишь отметить, что она немного синит, но в целом засветов никаких нету и, в принципе, мне нравится этот экран, шлейфов тоже не остается, плюс прикрыто стеклом Gorilla Glass 5 спереди, но самое главное прикрыто и сзади, а я напоминаю, что это бюджетник, ну или ультра бюджетник, приятно здесь иметь практически свежее поколение Gorilla Glass. Понятное дело, что боковая рамка пластиковая, хотя покрашенная, выглядит как металл, но не холодит руку. В целом приходится за что-то платить и здесь это именно пластиковая рамка. Что у нас по расположению элементов? На правой грани находится кнопка включения, выше качелька громкости, лично мне это не нравится, я люблю, когда они разнесены по разным сторонам, тем не менее, слева находится гибридный слот, об этом я также говорил, можно поставить две сим-карты, формат nano, либо карточку памяти и сим-карту, кстати, до 256 гигабайт microSD сюда влезает, снизу Type-C, динамик и микрофон стилизованный по динамике, кстати, основной динамик довольно громкий, сверху ик-порт, а также порт Jack 3.5, не сказать, что это удобно, но спасибо, что он хотя бы здесь есть. Вот что смутило по расположению элементов на устройстве, так это диод уведомлений. Очень хорошо, что он здесь есть, но знаете, где он располагается? Он располагается вот здесь, под кнопкой назад, если она с правой стороны и около зарядки. Ну, как-то это странно выглядит, честно. Теперь про то, что внутри Qualcomm Snapdragon 660, а вот оперативной памяти целых три варианта, это 3 гигабайта, 4 либо 6, но в России будет продаваться только версия на 3 или 4 гигабайта, и вот от этого зависит ваше впечатление от смартфона. Естественно, если вы в игры постоянно не играете и так далее, то данный смартфон даже с 3 гигабайт будет работать отлично. У меня версия на 4 гига и она, честно сказать, паляет, но учитывая, что здесь глобальная версия прошивки, потому что я пользовался Note 7 на китайской версии, у меня он тормозил. Сейчас все хорошо и поэтому, ну, если вы используете много приложений, много игр и ставите перед собой какие-то непосильные задачи, чем больше оперативки, тем лучше, но в целом, я думаю, можно рассматривать и минимальную версию к покупке. Учитывая, что здесь не сам экономичный процессор, а Snapdragon 660 именно такой, плюс он греется и даже здесь троттлинг есть, но не сильно, поэтому особо переживать не стоит, но без игр этот смартфон вытягивает 6-7 часов экрана, что очень хороший показатель, плюс здесь батарейка на 4000 мАч и заряжать ее можно с помощью адаптера Quick Charge 4.0, правда в комплекте он не идет, придется докупить, но это Xiaomi, стоит недорого, плюс стандартный, тоже быстро заряжает часа за полтора-два, что также вполне хороший показатель. Если вы думали, что удивить здесь больше нечем, то есть чем. Здесь отличная фронтальная камера на 13 мегапикселей, хотел бы я сказать, потому что все ее хвалят, но вот я сфоткал, ну, средний результат. Хотя справедливости ради отмечу, что Samsung Galaxy S10 фотографируют примерно так же, но это не означает, что здесь хорошая фронталка, просто они и тут и там средние. А вот с основной камерой здесь реально все очень хорошо, ее все хвалят, называют бомбической, учитывая стоимость смартфона. Плюс, где вы видели бюджетник с сенсором Sony на 48 мегапикселей, который дает более четкую детализацию в сравнении с 12-мегапиксельными сенсорами, тире 16-мегапиксельными. Ночь, конечно, фоткать не так, как хотелось бы, немного шумит. Единственное но, после каждого снимка придется ждать одну секунду, пока он сохраняется. Это, конечно, косяк, большой он или маленький, тем не менее он присутствует, это не очень удобно, хотя серию здесь также можно делать, поэтому она хоть как-то спасает. И можно переходить к итогам. Перед нами однозначно нетипичный Redmi, даже нетипичный бюджетник. Он получился интересным со всех сторон, начиная от дизайна до внутренностей. По сути, это идеальное бюджетное устройство, если не считать отсутствие NFC. Ну а что по ценам? Это самое главное. Они здесь очень приятные, особенно в Китае. Там за минималку просят 999 юаней, это 3 гига оперативной памяти и 64 встроенной. За максималку просят 1500 юаней, это 128 гигабайт встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной. То есть от 10 до 15 тысяч рублей в Китае. А теперь, внимание, официальные российские цены. Они, конечно, не такие приятные, как китайские, но тем не менее низкие, на мой взгляд. Потому что я думал, будет стоить дороже. Минималка обойдется в 13 990 рублей. То есть 14 условно, это 3,64 гигабайта. Прибавляем 1 гигабайт и цена уже 16 тысяч рублей. Прибавляем 64 гигабайта встроенной памяти и цена уже 18 тысяч рублей. Цены, на мой взгляд, адекватные, но стоит брать минимальную версию. Потому что платить 2000 за один лишний гигабайт оперативной памяти, по-моему, это бред. Лучше реально взять минималку, для нее цена хорошая. Докупить карточку памяти и у вас отличный бюджетный смартфон с большим объемом памяти. И за хорошую сумму денег, почему бы и нет. Платить 18 тысяч за максимальную версию я бы лично не стал. Либо заказал из Китая и перепрошил. Но все преимущества RST-версии вы и так знаете. Это и прошивка, и, естественно, гарантия. А теперь попробуйте определить прямых конкурентов данному устройству. Их, на самом деле, попросту нет. Да, здесь нет NFC, а многим он нужен. Многим нужна хорошая фронтальная камера. Но, несмотря на отсутствие двух этих важных моментов, Note 7 не опускается с пьедестала, по крайней мере, одного из лучших бюджетных смартфонов начало 2019 года. Ретроградный Меркурий. Не забываем про конкурс. Все нужные ссылки будут в описании, включая, наверное, обои с этого Redmi, на конкурс и на чем мы там еще хотели. Ссылка на цены, наверное, на официальное представительство. Всем пока.